Девушки отдыхают Отца Торонто или ты еще мало что успел посмотреть? То, что я успел посмотреть, меня вполне устроило И что же ты видел? Наш отель и дорогу из аэропорта И как ты оцениваешь дорогу из аэропорта? Отлично, если честно, одна из лучших Одна из лучших, на что ты намекаешь? Ну, хорошо организованный переезд с полицейским эскортом Да, но ты с большим трудом попал в отель Короля Эдвард Да, все было нормально Насколько я знаю, ты потерял булавку для галстука Мне не терял эту историю, кто-то выдумал Не было такого, у меня даже не было галстука Одна из местных девушек недавно интересовалась у меня Как часто вы, ребята, моете свои волосы? Раз-два в неделю, да, в любое время Точно так же мы подстригаемся, когда угодно Пол, кажется, тебя зовут Пол, все верно? Да, ты всеми любимый Битл в Торонто Правда, я думал, что любимцем был Ринго Не, я думаю, что по внешности ты подходишь на роль любимчика лучше всех О, блин Сэр, я до вас еще доберусь Пол, что ты думаешь о Торонто? Что ты успел посмотреть? Ну, как уже говорил Ринго, мы мало что успели посмотреть, но это нормально Кое-что мы увидели Кто меня бьет? Ну, давай, Джон Мы увидели несколько огоньков, но что это было, непонятно Хотя звучит неплохо Что ты можешь сказать о собравшейся толпе? Великолепно, да, просто фантастическая публика Отличаются ли подростки Торонто от подростков, которых вы встречали по всему континенту? Не, никак не отличаются, все они хорошие и замечательные А вот мы считаем, что они самые лучшие Окей, ну ладно Давай я позову сюда твоего друга, а он уже занят Хорошо, я свяжусь с тобой позже А теперь скажи мне, куда вы поедете дальше? Куда мы поедем дальше? Мы поедем в Джексон Вилл Джексон Вилл где? Во Флориде? Да, все верно А я-то думаю, что вы отправитесь в сторону Монреаля О, да, извините, в Монреал, а потом Джексон Вот так мы путешествуем по Канаде Итак, ваша первая поездка в Канаду началась в Ванкувере Осторожно, провод Простите нас Ваша первая поездка в Канаду началась в Ванкувере? Да И как вам Ванкувер? Все то же самое, мы почти ничего не видели И не можем вам толком рассказать, что это за город Но люди здесь приятные Что ж, у меня складывается впечатление, что вы, ребята, добровольно сделали себя затворниками Так происходит только, когда мы гастролируем А вот когда мы не работаем, в половине случаев никто о нашем местонахождении не знает Вы никуда не ходите и ничего не делаете На гастролях мы приезжаем сюда работать, но когда тушь закончится, мы возьмем двухнедельный отпуск И можем свободно передвигаться Как вы относитесь к этому лично? Вот если бы я был в Лондоне, Англия, и если бы я был где-то в Европе, я бы хотел что-нибудь посмотреть А у вас такой возможности нет Нам нужно работать, мы приехали сюда давать концерты и работать Мы здесь не для того, чтобы любоваться местными красотами или разглядывать здания Что касается сегодняшней пресс-конференции Для вас это строгая работа и ноль удовольствия Это возможность поржать Вот наше удовольствие О, у меня еще не было возможности с тобой поговорить Ты меня пропустил Я тебя вовсе не пропускал Ты был рядом, но общался с кем-то другим Ты был занят, а я нет Ну ладно, давай болтай Итак, как тебе Канада? Очень милая страна, мне нравится Сейчас, когда ты как Битл закончил гастролировать по стране Не думал ли ты о том, чтобы потратить несколько заработанных шекелей? Чтобы вернуться и, возможно, посмотреть некоторые города, в которых ты побывал? Да, вполне возможно, но пока что мы ничего не планировали Мы подождем, пока это не произойдет, а затем начнем решать, что нам делать дальше Любая группа, которая собирается вместе, 4 или 5 парней, в вашем случае четверо Собирается на какое-то время и переживает несколько разборок Периодически У нас бывают незначительные разногласия, но мы знакомы уже достаточно давно, поэтому умеем уживаться Как давно вы знакомы? Я знаком с Полом и Джоном около 8-9 лет Не так уж и много, а вот с Рингом и знакомы около 4 лет Поэтому мы знаем... С каких пор? Мы знакомы со школы Знакомы с Ливерпуля? Да Когда я говорю, с чего вы начинали, мне так же интересно, как все началось Ну, мы купили гитары, собрались вместе Если у тебя нет возможности посмотреть город Слушай, если ты хочешь что-то сказать, скажи на мою камеру и все это услышат Окей, я лишь интересовался у Джорджа, почему тебе отсюда не свалить И то верно Ты же видел Брикстон на этом турне? При этом мне все равно, что ты там чувствуешь Да пофигу, но мне понравилось И еще один вопрос, откуда берутся ваши прически, где оригинал? На наших скальпах Мы просто их нашли Ребята, нам пора идти Увидимся Ну что ж, ребята, огромное спасибо Вы помните, где вы были на прошлой неделе? Не, не помню, я без понятия Я даже не знаю, какой сегодня день недели Ты не знаешь, какой сегодня день? И какой же? Вторник А, вторник Мы записывались на прошлой неделе, а вчера вечером выступали в Эдинбурге И кто-то сожрал все печенья Вы проехали тысячи километров, но при этом ни разу не сбились Вам интересно, не забываем ли мы свой маршрут передвижения? Да, забываем, причем мы все Вы в курсе, где находитесь прямо сейчас? Мы в Кейке Кейк Хорошо, Кейк, и где же он находится? В Данди Да-да, но это крупноватым для моего дома Вы будете снимать какие-то фильмы в будущем? Да, в феврале Феврале В Данди, в Кейке Я могу задать последний вопрос каждому из вас? Вы являетесь кумирами многих людей в музыкальном бизнесе Вы можете назвать своих собственных кумиров? Да И кто же они? Джордж Я? У тебя есть кумиры в этом бизнесе? Не, мне никто не нравится Значит, вам никто не симпатичен? Да, любой из моих знакомых, а их многое Так кто же конкретно? Мои кумиры в основном это американские группы цветных исполнителей Ну, у меня точно так же Джон, могу я задать тебе последний вопрос? Ты очень любезно отправил сообщение своим фанатам в Данди, когда был в Эдинбурге Могу ли я попросить тебя передать сообщение от имени группы вашим фанатам в городе Абердин В который в этот раз вы не поедете на этом турне Вот бар не крикли ремаркну Это сообщение от всех нас Да, огромное спасибо, привет шотландскому Абердину Привет, Пол Позволь мне узнать, сколько песен прозвучат в вашем новом фильме Думаю, где-то семь Но последние несколько могут в фильм не попасть Потому что мы исполняем их на сцене Их могут просто вырезать Куда ты ходишь, когда не работаешь? Ты можешь выходить на улицу по вечерам и все такое Куда ты ходишь, в кино? Да, я хожу в кино, а еще и на коньках покататься И в последнее время удавалось и то и другое На самом деле нет, разве только покататься на коньках Ты куда-то ходил? Да Куда именно? На дискотеку The Peppermint Lounge Куб Playboy, но мне там не понравилось Тебе понравились официантки в нижнем белье? Не, я решил, что они ужасны Что, правда? Только никому не рассказывай Нет, они были прекрасны Спасибо, Достин Как насчет диск-жокея этой недели Джона Леннона? Ну, прежде чем мы поговорим о диск-жокеях и пластинках, которые тебе нравятся Джон, как насчет книг? А что с ними не так? Ну, ты же написал одну книгу, не так ли? Так уж вышло, что я писал с 9 до 16 лет И вот выпущу свою книгу во вторник или в среду Ну, тогда давай расскажи нам о содержании своей книги Тогда мы, возможно, захотим ее купить Да все это чушь полная И что же в ней? Поэзия, проза? Ну, какие-то слова и проще фигня с рисунками Ну, когда мы сказали, что ты только что написал свою книгу На самом деле ты сделал это давно-давно Да, давно, очень давно И насколько давно? Лет 40 назад или что-то типа этого Да ладно тебе, как долго ты черпал свои идеи? Пару лет что-то старое, что-то новое, что-то стыбренное и что-то коричневое Все это похоже на начало громкой литературной карьеры для Леннона Да, сэр, я надеюсь сразу пробраться на вершину Ты слышал о литературных львах? Так вот, в будущем у нас появится литературный Леннон Я врубаюсь Ты согласен, я прав? Отчасти да Но если серьезно тебе нравится писать литературу, это еще одна форма самовыражения для тебя Нет, я ничего в написании не выражаю И занимаюсь этим исключительно ради собственного удовольствия Когда ты говоришь об удовольствии и имеешь в виду юмор Да, это хобби, по идее, должно меня развлекать Ну ладно, оценим твою книгу, когда она выйдет во вторник Ну сейчас выбери для нас пластинку О, милое фото на обложке Да, конечно, что-то из Марвина Гая или группы, или что-то из... О, вы только посмотрите на это, Марвин Гай Он мой любимец, конечно, мы могли бы... Вот интересно, что здесь происходит Проводится какая-то кампания Как насчет, как насчет, как говорится Прокрутите песню Вальс Теннесси, Альмы Кохен Ринго, ты можешь подписать пластинку позже, что там со съемками нового фильма? О, класс, мы отлично проводим время И о чем же ваш новый фильм? Ну, вообще-то, о нас Два дня нашей жизни Когда мы переезжаем из одного места в телестудию Выступаем на сцене, а потом уезжаем На все про все уходит восемь недель, поэтому работы хватает И когда же этот фильм появится на экранах? Где-то в конце июня, начале июля Ринго, кто шьет вам эти костюмы? Ну, как ты видишь, одна девчонка Что ты можешь рассказать о том, что ты сейчас носишь? Это бархатный воротничок, как ты его называешь? Бархатный воротничок Я говорю не только воротничке, но и вообще костюме Ну, это обычный костюм с пиджаком на три пуговицы Ты считаешь себя модом? Ринго, знаешь, какие такие моды? Нет, я не мод, я и не рокер Ни то и ни другое? Нет, нет, я мокер Правда? Вы выпустите альбом, как музыка к фильму Да, выйдет альбом, музыка к фильму Прекрасно Вот бы послушать, ну а сейчас спасибо и пока Привет, Джордж Привет, Катя, как поживаешь? Прекрасно, а как ты? Да, неплохо Джордж, какие места ты можешь ходить сейчас неузнанным? Постель Да, только в постель неузнанным и осталось Даже если твоя кровать не заправленная Тебе понравилось в Америке? О, там было славно И что же там тебе конкретно понравилось? Да много всего развлечения, радио, телевидение, кинотеатры на колесах и так далее Ты хочешь в такой передвижной кинотеатр? Да, бывал, когда было время И как же это работает? Приезжаешь в кино на своей машине или что? Да, приезжаешь на своей машине, а там разные мелочи Такие как парковочные счетчики Но это не парковочные счетчики, а колонки Их надо затащить в машину, открыть окно Это классно И можно так смотреть фильмы, я так и смотрю Правда? Чем ты занимаешься в Англии в свободное от работы время? Ходишь в кино или на танцы или еще куда-то? Ну, иногда мы смотрим фильмы для закрытого показа Нам нельзя смотреть такие фильмы Ну, мы смотрели самые обычные фильмы Просто фильмы для закрытого показа, причем они все не такие уж и пошлые Но фильмы о Джеймсе Бонде Мы смотрим фильмы для закрытого показа, потому что если пойдем в обычный кинотеатр Хлопот не оберешься Назови своих любимых киноактрис Маргарет Рутерфорд О, спасибо Какие пластинки ты любишь слушать, кроме ваших собственных? Любые альбомы Моттаун, Тамла Рекордс, Берди Уэльс, The Miracles, Marvin Guy, The Impressions и прочие дребедень Джош, может быть, вы сыграете для нас свой новейший хит? Пожалуйста Нет Ну да, конечно, эта песня называется «Любовь нельзя купить» Она вышла на лейбле «Парлофон» Это наш шестой или девятый сингл Большое спасибо, Джордж, спасибо